Работники системы физкультуры и спорта района подвели итоги работы за прошлый год. Собрание прошло в актовом зале средней школы номер 5. На подведении итогов присутствовали и выступили депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентин Семеняка и заместитель председателя райисполкома Треса Юшкевич. Достижения в массовой физкультурной работе в детско-юношеском спорте района Весомы. Все три спортивные школы имеют статус школа Олимпийского резерва. Этот рубеж покорен впервые, ни один район области не имеет подобного. Около двух десятков слонимских спортсменов входят в состав различных сборных страны, рассказывает начальник отдела спорта и туризма райисполкома Валерий Сидорчик. 22-й год запомнился большими событиями, которые прошли у нас в регионе. Мы считаем это монастырский забег, слонимская миля. Это празднество 770-летия нашего города, где также спортивная сфера была представлена. Это велопробег, который был в честь 17 сентября, день единства. И, конечно же, многие другие события, которые проходили у нас на слонимщине, можно вспомнить еще, конечно же, у нас ежегодно проходит спартакиада среди организаций предприятий, проходит в новом формате. Она проходит в несколько дней и собирает очень большое количество команд, желающих поучаствовать, участников, которые с удовольствием соревнуются друг с другом, выясняя, кто из них сильнее, какая организация сильнее. Поэтому этот год был, конечно, запоминающимся в плане физической культуры, массовой физической культуры, спорта. Есть хорошее достижение у нас на республиканской, международной арене, даже при всех сложностях, которые существовали в 2022 году. На собрании лучшие работники физкультуры и спорта получили награды. Лучшей спортивной школой по итогам 2022 года названа школа Олимпийского резерва номер 2 по гребле на Байдарках и Каноэ. Охват населения спортивной и культурно-здоровительной деятельности составляет 25,6% населения района, или 16123 человека, систематически занимающих физической культурой и спортом. Можно задаться вопросом, откуда такие цифры и как они коллевируются с тем, где мы взяли эти цифры. Мы постоянно проводим спортивно-массовые мероприятия на территории нашего района с привлечением большинства работников организации предприятий, которые работают на территории нашего региона, а также индивидуальных предпринимателей. И, соответственно, мы видим тот отклик людей, которые приходят на наши событийные мероприятия. Что касается финансирования системы спорта, то я, уважаемые коллеги, хочу отметить и именно подширкнуть, что финансирование Словенского района, но по сравнению с другими районами, даже в Крымской области, я вот дали нам серьезные такие материалы по результатам областной коллегии, и вот все выведено как лицо, все показано. И я, например, на сегодняшний день даже могу сказать, допустим, сравниться с такими районами, в которых в группе одно. Это Волковыцкий район. Волковыцкий район 1, примерно 1,2 миллиона, в общем-то, финансирование спортивной подрасли. Волковыцкий район 1,9 миллиона, в этом, чтобы вы понимали. Новокурыцкий район 2,1. Вот, а дальше Волковыцкий район почти 3 миллиона, 2,9. Поэтому, вот, когда начинаешь сравнивать, а все познается в сравнении, мы говорим, что финансирование нашей спортивной подрасли, что касается сместного бюджета и правоуточнения планов на, в общем-то, на достойном уровне.